Привет, бойцы! С вами, как всегда, Пламбер. И сегодня очень много новостей по поводу нового боевого пропуска, а также немножко поговорим о будущих новостей в игру. Всем приятного просмотра! Ну и мы начинаем! Итак, друзья, давайте поговорим о том, что у нас будет добавлено в игру. А именно, это у нас штурмовая винтовка ФАР-556, винтовка класса меткий стрелок, СКС, навык оперативники Гравити Вортекс Ган и тактическое снаряжение газовая граната. По поводу персонажей в боевом пропуске. Ну, нам известно пока, что будет Сверхсвет и Дэвид Мэйсон. Остальные два персонажа, это, друзья, неподтвержденная информация. Но, скорее всего, данные персонажи будут у нас в боевом пропуске. Также, друзья, изменен баланс в некоторых оружиях. Таких как Агрессор, значительно увеличен боезапас, ЖКС, значительно увеличена скорость перезарядки, АСМ-10, скорость прицеливания и скорость передвижения увеличена, но уменьшена дальность стрельбы. ДРН, снижена скорость перезарядки. Ну, Анигилятор, снижен урон против серии очков. Вот такой баланс будет у нас в сетевой игре. В принципе, друзья, вот такие вот награды, которые говорят о том, что разработчики берут часть идей, скажем так, у других игр. То есть, пытаясь переманить часть аудитории тем, кому нравились анимешные скины, кому нравились яркие скины. Это раз. А во-вторых, как я уже говорил, что глобальная версия, это есть донат, самый главный в игре Call of Duty Mobile. Как вы знаете, что локус был изменен. То есть, первый тизер вышел с локусом, который был у нас в магазине. Что можно было в бесплатном магазине, ну, то есть, купить за игровую валюту, которую можно было заработать. И это все вот какое-то недоумение среди зрителей, среди игроков. Почему вот так? И, естественно, разработчики убрали этот тизер и вышел другой, где вот такой вот у нас на карбон локус получается, да. Так что, вот такие вот новости. В принципе, задерживать никого не буду. Хотелось поделиться вот всем этим. По поводу нового режима, который также будет в королевской битве, где небольшая часть людей, там из 40 человек, будут, в принципе, между собой воевать. Это, кстати, друзья, это будет относиться к рейтингам. То есть, данная операция, как говорится, будет также относиться к рейтингам. Можно будет поднять. Не бегать там, где 100 противников, а вот именно небольшой участок, где 40 противников. Ну, в принципе, и поднять свой навык, показать свои умения тоже будет доступно в этом сезоне. Также, друзья, вы сейчас увидите геймплей нового навыка оперативника Gravity Vortex Gun, который стреляет искаженными гравитацией вихревыми снарядами. Когда вихер исчезает, он сильно повреждает все на своем пути. Вот такой вот геймплей, друзья. Ну, а это были, в принципе, все самые последние новости на сегодняшний день, друзья. Обновление выйдет 25 числа, а сам боевой пропуск выйдет 27. Вот такие вот новости, друзья. Я советую вам подписаться на нашу группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании, где все новости эти есть, и они обновляются. Ну, а с вами был, как всегда, Плампер. Всем крепкого здоровья и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok